С того момента, как человечество перешло к оседлому образу жизни, люди строят между друг другом заборы. И вопрос о преодолении материальных заборов стоял перед человечеством до наступления цифровой эры. Цифровая эра принесла нам новые формы заборов, цифровые заборы. И именно о преодолении цифровых заборов мы с вами сегодня и поговорим. Изначально интернет был абсолютно открытым местом, где каждый мог взаимодействовать друг с другом без каких-либо препятствий. Очевидные плюсы свободного общения кого угодно с кем угодно мы описывать не будем. Но у этого есть очевидные минусы. Вся информация о тех, кто и с кем общается, находится в принципе в открытом доступе. И почти кто угодно мог получить информацию почти о ком угодно. Конечно, мы говорим об информации о протоколах связи. То есть была возможность получить всю информацию об IP-адресе, о том, откуда происходил этот сигнал и откуда произошло соединение с интернетом. И вообще интернет представляет из себя просто огромное количество компьютеров, которые связаны друг с другом коммуникационным протоколом. И все эти компьютеры используют какие-либо опознавательные знаки для того, чтобы понимать, кто и с кем общается внутри этой сети. Благодаря тому, что у компьютеров были опознавательные знаки, появилась возможность создавать виртуальные заборы, которые не дают компьютерам с определенными опознавательными знаками получать доступ к каким-то данным. Кроме всего прочего, вопрос стоял не только о доступе одних компьютеров до каких-то конкретных данных, но и о доступе к вашему компьютеру, так как если кто-то знает ваши опознавательные знаки, то кто-то может обращаться к вашему компьютеру. И это может быть в том числе вредоносное ПО. В 1996 году один из сотрудников Microsoft разработал одноранговый протокол туннелирования, который позволил нам создавать VPN Virtual Private Networks, то есть виртуальные приватные сети. Виртуальные приватные сети устроены точно так же, как и все другие виды сетей. Там просто виртуальные машины связываются друг с другом при помощи виртуальных протоколов связи, и у них есть виртуальные опознавательные знаки. И VPN дал нам возможность защитить наши собственные машины от доступа со стороны вредоносного ПО. Но начиная с 2000-х годов, VPN начал играть важную роль не только с точки зрения доступа к нашим машинам, но также и в вопросах приватности. Как нам получить доступ к информации, которую скрывают от нас за виртуальными заборами государства или малые централизованные группы в своих личных интересах. Но у VPN была одна большая проблема, что те люди, которые создавали эту виртуальную приватную сеть, так или иначе имели доступ к данным, кто в эту виртуальную приватную сеть подключается, и кто кем в ней является. Поэтому на протяжении долгого времени использование VPN точно так же требовало от нас доверия. Мы должны были доверять тем, кто создал эту виртуальную приватную сеть, в том, что они не распространят информацию о нас третьей стороне. И, конечно же, решение этого вопроса пришло с появлением блокчейна. Теперь мы можем создавать децентрализованные виртуальные приватные сети. Ди-Ви-Пи-Эн. Одним из самых знаменитых проектов по реализации децентрализованного VPN является проект Сантинелл, который когда-то был на Этериум, но в итоге перешел на Космос. Сантинелл представляет из себя не только распределенную сеть, которая дает все возможности по хранению, обмену и стейкингу токенов, но также предоставляет нам услуги децентрализованного VPN. И мы можем скачать два приложения. Одно для Android, которое так и называется Сантинелл, а второе для iOS, которое называется Exidio. Ссылочки мы обязательно оставим в описании к этому видео, чтобы вы могли насладиться распределенным VPN и получать доступ к тем данным, которым вы хотите, а не к тем данным, которым вам дают централизованные структуры. Но VPN было не единственным решением по преодолению цифровых заборов в интернете. В 2002 году появляется Tor Project. Это луковица. Это одна из первых форм распределенной сети компьютеров, которые давали возможность одним пользователям получать доступ до информации через сложный путь от одного компьютера к другому. Ну, грубо говоря так, вы находитесь в Китае, ваше правительство настроило цифровых заборов, которые не дают вам получить доступ до какой-либо информации, но вы со своего компьютера можете перепрыгнуть на какой-то другой компьютер на границе с Китаем, с этого компьютера на границе с Китаем перепрыгнуть на компьютер в Германии, с компьютера в Германии на компьютер в Швейцарии, с компьютера в Швейцарии на компьютер в Индонезии, а с компьютера в Индонезии выйти на какой-то сайт, который запрещает вам посещать ваше правительство. Сеть Tor это уже и так распределенная сеть, и она является одним из прообразов блокчейна. То есть сеть Tor отличается от блокчейна только тем, что у ней нету логирования и хеширования. Огромное количество людей по всей земле поддерживает распределенную сеть Tor, давая вам возможность посетить любые сайты, в том числе весь выход в теневой интернет осуществляется при помощи Tor-сети. И, грубо говоря, верхом вашей приватности и анонимности в сети является объединение Tor вместе с децентрализованным VPN. И если при этом вы еще используете какую-то анонимную или приватную криптовалюту наподобие Monero или Secret Network, значит ваши вопросы безопасности решены на 99% и 9% в периоде. Про преодоление материальных заборов вы можете узнать на других каналах. Про преодоление цифровых заборов мы вам сегодня рассказали. Но самые главные заборы – это заборы, которые мы строим сами у себя в наших головах. Мы не можем вам рассказать, как вам преодолеть заборы у себя в головах, так как именно вы выстроили эти заборы в своих головах, и именно вам их надо преодолевать. Но мы можем дать вам отличный совет, который мы сами на себе испробовали при преодолении тех заборов, которые были когда-то в наших головах. Во-первых, помните, что мы – цифровое, распределенное, наднациональное, надгосударственное сообщество. И наши интересы – это интересы всего нашего сообщества, всего нашего человечества. Мы собираемся создать одноранговую распределенную структуру для того, чтобы в этом мире больше не было войны, для того, чтобы в этом мире каждый и человек, и цифровая сущность могли жить спокойно, без страха, в мире друг с другом. Несмотря на то, что каждый из нас может физически находиться на территории одного или другого государства, мы с вами находимся в одном цифровом пространстве, в одно и то же время. Мы проводим друг с другом наши жизни. Несмотря на то, что общение наше цифровое, несмотря на то, что оно происходит в цифровом пространстве, наши жизни с вами абсолютно реальные. И в сложную минуту поддержите друг друга, помогите друг другу, помогите друг другу словом, помогите друг другу делом. Поймите, что мы друг другу не враги, мы с вами друзья, пусть и цифровые, но друзья. Ну, про лайк и подписки вы уже все знаете, а я пойду и окажу поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!